Юниоастромбанк, новая финансовая пирамида, так заявляют пайщики фондов под управлением Юниоастрома. В пятницу несколько десятков человек устроили пикет на трубные площади в Москве. Они требуют вернуть их вклады. Многие из клиентов банков всего за сутки в свое время потеряли 90% своих капиталов. Подробности у Светланы Васьман. Уроки банковского колдовства. На пике кризиса отнести все накопленные деньги в крупный банк. С первыми лучами солнца следующего дня они оттуда исчезнут. Примерно в таком мистическом триллере пришлось принять участие инвесторам общих фондов банковского управления «Премьер». Управляет этими фондами банк Юниоастром. Уже больше полгода клиенты банка пытаются понять, как опытным банкирам удалось всего за одну ночь потерять практически все деньги пайщиков. Пострадавших насчитывается несколько тысяч человек. Общая сумма достигает миллиарда рублей, говорит Руслан Конорев, адвокат коллегии князев и партнеры, представитель инвесторов фонда «Премьер». Юниоастромбанк являлся одним из доверительных управляющих. Фондов «Премьер». Вот их было создано порядка 78 фондов «Премьер». Значит, пайщики этих фондов спокойно заснув 29 сентября, условно говоря, каждый имел там 100 рублей, проснулся 30-го, имея 10 рублей в кармане. На своем счете. То есть за один день люди стали беднее на 90%. 18 фондов опали практически на 90% за один день. Пайщики считают, что падение абсолютно имеет нерыночный характер, потому что нам сейчас по нашим запросам поступают данные от других банков, имеющих подобные ФБУ, и в которых таких падений в помине нет. Там 7%, 10% в течение месяца. Вот поэтому и до сих пор у нас нет понимания, что все-таки с нашими деньгами произошло. Юниоастромбанк значится на 60-й строчке в списке надежных банков по версии русского издания «Форбс». Его активы превышают 50 миллиардов рублей. По всем показателям выходит, что менеджмент Юниоастрома успешно управляет активами. Пайщики пытаются понять, почему с фондами «Премьер» случился сбой. Сергей Добровольский запросил у банка отчеты по управлению активами. 25,5 года назад я вложил в фонды «Премьер» 45 тысяч долларов США. Из них 34 тысячи было потеряно, а сейчас осталось всего 11 тысяч. Причем из этих денег 20 тысяч было потеряно за один день, 29 сентября. Я обратился к руководству банка дважды в декабре 2008 и в январе 2009 года с письмами о том, чтобы мне предоставили отчеты и расчет моих потерь, то есть объяснили причину, куда банк делал мои деньги. Мне никаких ответов я не получил, поэтому 2 марта я подал иск в Тверской районный суд города Москвы. Следующее состояние будет 22 апреля. Иск об истребовании отчетов и расчета моих потерь в Юниостроме. Ответчик иск не признал, то есть ответчик отчеты по требованию приказа ФСФР давать отказывается. Также отказывается давать мне расчет о том, куда делись мою деньги. В Юниостромбанке потери инвесторов не отрицают, но объясняют их общей рыночной ситуацией. Фонды по осени рухнули вместе со всеми ценными бумагами, говорит Павел Неумывакин, председатель правления Юниостромбанка. Потери инвесторов произошли прежде всего в результате той ситуации, в которой оказался российский фондовый рынок в сентябре прошлого года. Поэтому банк в той ситуации, в которой была, предпринимал все возможное для того, чтобы потери пайщиков были минимальными. Мои адвокатские запросы разосланы в 28 управляющих компаний, в которых есть ОФБУ, и в 50 управляющих компаний паевыми инвестиционными фондами. Запросы по направлению ПИФов отправлены совсем недавно. Естественно, ответы пока не получены. Начинают приходить ответы от банков. На сегодня есть два ответа. Один из банков сообщил, что падение за сентябрь паев в их фондах составило 7%. С 01 сентября по 30 октября. Получилось всего 22%. По другому банку что-то тоже вот такого плана цифры. То есть они абсолютно рыночные характеристики. Даже мне, человеку, как не являющимся профессионалом на фондовом рынке, и то понятно, что там упали за 2 месяца на 20%. Ну, примерно и рынок так упал, в общем-то. И индексы там, и РТС, и МВБ, примерно. То есть мы можем понимать, что это какая-то рыночная ситуация. Поэтому вот есть два ответа официальных, исходя из которых можно сделать вывод, что далеко не у всех так плохо, как у Юниаструмбанка. У некоторых и лучше. То есть управление доверительное, более добросовестное осуществлялось. В банке утверждают, что получили около 9 тысяч заявок на вывод средств из фондов банковского управления. Юниаструм вернул клиентам порядка 50 миллионов рублей. Против банка были поданы несколько судебных исков, но все они решились в пользу Юниаструма. Сейчас у ФБУ премьер не работает и не привлекает новых вкладчиков. Светлана Вайсман, Бизнес.ФМ